Пятое. Убрать из запросов неиспользуемые данные, а расселект. Тошно указывать поля, которые впоследствии будут использоваться. Это может существенно увеличить производительность, потому что такое четкое указание используемых данных означает для базы данных сокращение объемов сортировки. База данных производит такую сортировку не на жестком диске, а в оперативной памяти. Также в данном случае остановимся на таком важном параметре для гетлиста, как Arcelic. То есть ограничиваем, выбираем элементы. Давайте сначала рассмотрим вариант без установки Arcelic. Вот мы видим время генерации страницы. И посмотрим объем данных, который нам возвращается. Вот у нас компонент собственно. И результат модифайр нашего шаблона. Посмотрим на те данные, которые у нас возвращаются. Как видите, объем возвращаемых данных, даже по вардампу, очень большой. Причем нам эти данные не нужны. Мы их не используем. Они занимают оперативную память и требуют ресурсов. Теперь же давайте запросим только необходимые данные. В данном случае мы запросим ID, DetailText, DetailTextType. Сохраняем. Посмотрим, какие данные нам были возвращены. Как видим, объем возвращенных данных существенно уменьшился. Теперь давайте закомментируем вывод вардампа и сделаем замеры. Сохранили. Давайте сделаем замеры. Страницу обновили. Как видим, запросов количества у нас, конечно, не уменьшилось. Время запроса несколько уменьшилось. Очень незначительно, но уменьшилось. Общее время генерации страницы тоже очень незначительно, но уменьшилось. Но опять, здесь мы боремся за доли секунд, потому что в итоге, в результате, они нам могут дать существенный прирост. Плюс, в данном случае мы экономим ресурсы сервера, оперативной памяти. Меньше нагружаем базу данных. Соответственно, даже при том же времени генерации страницы, отдаваемых запросах, мы можем параллельно выполнять большее количество запросов. Экономим ресурсы. Шестое. Необходимо оценить возможность использования пропертий подчерканья звездочков в сочетании с альфа-блоками 2.0. Альфа-блоки 2.0 хранят свои свойства в отдельной таблице. Эта таблица при упоминании пропертий подчерканья звездочка присоединяется на этапе выборки. И до выборки значений, свойств, присоединения этих свойств не происходит. Тогда это применимо. Например, примал выборки из большого числа элементов. 10 новостей из несколько тысяч записей. Момент этот не очень однозначный и мало зависит от разработчика. Причина в том, что результат выборки из инфоблоков 1.0 и инфоблоков 2.0 разный. В простом инфоблоке при выборке записи начинает размножаться. А инфоблоки 2.0 возвращают массив значений свой. То есть, если код в шаблоне не предусматривает эту ситуацию, то смена обычных инфоблоков на инфоблоке 2.0 придет только к тому, что шаблон развалится. Поэтому, в данном случае, в угоду оптимизации нам придется пожертвовать универсальность. И если у вас компонент штатный, то вам его придется кастомизировать. Теперь же используем штатный компонент NewsList со стандартным, собственно, шаблоном. Единственное, мы настроили вывод нескольких пользовательских свойств. Посмотрим, насколько повлияет на производительность переключение с режима хранения инфоблока 1.0 на 2.0. Делаем сначала замер. У нас сейчас инфоблок хранится в режиме инфоблоки 1.0. Еще раз смотрим время генерации. Время генерации, соответственно, вы видите на экране, количество запросов. Кажется, брошь. Теперь давайте же изменим режим хранения. Это у нас инфоблок тестовой новости. Изменяем на хранение в отдельной таблице пользовательской хранения. Перемещаются все элементы. И теперь обновляем страницу и видим, что же мы видим в сравнении с предыдущим случаем. Мы видим существенное уменьшение количества запросов. В данном случае мы видим существенное уменьшение количества запросов. То есть со ста семи качество запросов у нас уменьшилось до восьмидесяти семи. Время генерации у нас тоже изменилось, но не очень значительно. И время генерации общего компонента. Ньюслист у нас тоже. То есть время у нас немножко уменьшилось. Но в каждом конкретном случае лучше отдельно производить соответствующие замеры. Потому что не всегда переключение в фабуке 2.0 может быть оправданно со стороны производителей. Качество запросов, да, конечно же уменьшится. Но время генерации при этом и факт, что будет меньше.